СДР Многие из вас слышали о таком явлении, как СДР, СДР онлайн. Так вот, сегодня мы с вами посмотрим, что же это такое, как этим пользоваться и как нестандартно можно это применять. Итак, давайте вначале мы посмотрим, как найти нам СДР в интернете. Для этого достаточно просто написать С-Д-Р. Например, высвечивается сразу в выпадающем меню СДР приемник онлайн. Выбираем этот пункт. И наиболее оптимальным для нас является сайт web-sdr.org. Это самое большое количество представленных приемников, расположенных в различных частях света, на разных континентах. Выбираем наиболее оптимальный для нас, наиболее близкий, либо наиболее интересный. В данном случае мы с вами рассмотрим самый удобный на данный момент, самый популярный. Можно видеть, что он имеет сейчас 148 пользователей онлайн. Итак, вот мы его слышим. Пользоваться достаточно удобно. Удобно еще и тем, что поддерживает прямой ввод частоты. Например, мы вводим 14.050. Нажимаем Enter. И автоматически стоим на частоте 14.050. Но при такой широкой полосе нам очень неудобно пользоваться. Для этого мы роликом мыши просто сужаем полосочку на спектре. И с помощью мышки можем кликать и слушать. В данном случае мы слышим, как работает какой-то DX. И слушает выше. И вызывающие его станции. В данный момент они все в одной полосе, но мы можем включить узкий фильтр. В этом случае мы будем слушать только его и не будем слушать мешающие нам. Таким образом можно слушать весь любительский список диапазонов. 160, 80, 40, 20, 15, 10, в том числе и варц диапазоны. Но это еще не все. То есть особенности применения СДР на этом не заканчиваются. Можем видеть активно работающие станции в цифровых видах. Слышать-то мы их можем. А как их декодировать? Для этого нам понадобится программа. Программы для декодирования цифровых видов связи. Достаточно много. Но мы с вами сегодня рассмотрим такую программу, как UR5-EQF. UR5-EQF-Log. Вот мы его открываем. Запускаем модули. Цифровые моды. Вот запустился модуль. Ну, почему-то у нас ничего не принимается. Кроме моего голоса по микрофонному входу. Для того, чтобы что-то у нас начало приниматься, нам нужно немножечко изменить настройки конфигурации. Для этого мы заходим в настройки конфигурации. Настройки звуковой карты. И в качестве устройства, звукового устройства по приему, выбираем не микрофон, а стереомикшер. Если в выпадающем меню не оказалось меню стереомикшер, то нужно сделать следующее действие. Правой клавишей на динамик, записывающие устройства, правой клавишей в окне, показать отключенные устройства. Затем, на появившемся стереомикшере, правой клавишей, включить. Ок. И теперь в выпадающем меню у нас есть такой пункт, как стереомикшер. Все. Начался прием. Мы можем слышать, видеть, идет декодирование. Пожалуйста. Можем наблюдать за проведением QSO, как в ПСК, так и в том же самом RTTY, например. И можно уже начинать свои первые шаги в радионаблюдательстве. То есть можно наблюдать за тем, как другие станции проводят связи, наблюдать за DX-ами, отправлять им QSO карточку с контрольным рапортом, на что они вам будут присылать свои очень красивые карточки. Это мы с вами сейчас смотрим, как работают две станции ПСК. Как же заполнить отчет? Ну вот мы видим, что станция из Белоруссии работает со станцией из Великобритании. Выделяем станцию из Белоруссии, вводим в окно позывной. Выделяем станцию из Великобритании и вводим в окно комментарий. Либо вводим в окно можно вставить в окно владельца частоты СВЛ наблюдательстве. Все. Два основных окна у нас заполнены. Ну рапорт 599, соответственно. И мы видим, что станция из Великобритании, оператор из Великобритании зовут Родер. Но нас больше интересует, как же зовут оператора из Белоруссии. Для этого мы должны немножечко послушать и, приняв его имя, записать. Вот. Станция из Белоруссии снова начинает выдавать общий вызов. Ну и ему, к сожалению, никто не отвечает в данный момент. Ну что ж, в любом случае, мы имеем двухстороннее наблюдение, не важно, имеем мы имя оператора или нет, а имея двухстороннее наблюдение, уже можно отправить QSL карточку и получить ответную. Нажимаем сохранить. Все, QSL сохранено. В последнее время мною через бюро было получено много QSL карточек от интересных DX-ов. Вот только малая их часть. Таким образом, с помощью СДР-приемника и программы для приема цифровых видов связи мы можем у себя из дома, даже не имея приемника, не имея трансивера, наблюдать за работой станции и делать свои первые шаги в наблюдательстве. Если видео оказалось полезным для вас, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, а свои вопросы и замечания оставляйте в комментариях. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok